Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наш традиционный политический обзор на YouTube-канале «Взгляд с небесной». И в этом выпуске мы с вами поговорим о основных политических новостях, которые попали в нашу сферу зрения. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Игорь Князев, и наш традиционный обзор основных новостей недели. Начнем с новостей российских. Итак, всех нас на этой неделе неприятно удивила новость о том, что Рособнадзор приостановил действия Теологического института Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии. Увы, требования Рособнадзора постоянно повышаются, и соответствовать им все труднее и труднее. Особенно важна эта новость, потому что Теологический институт Церкви Ингрии является единственным на сегодня в России учебным заведением лютеранским, где дается высшее теологическое образование. По той процедуре, которая предусмотрена Рособнадзором, институту Церкви Ингрии предстоит устранить некие недочеты в работе и замечания. Мы искренне желаем, чтобы этого института получилось. При этом отметим, что ни одному из религиозных учебных заведений, кому приостанавливали лицензию, вот ни одному из них не удалось устранить все те замечания, которые Рособнадзор выносил при приостановке лицензии. Очень надеемся, что Теологический институт Церкви Ингрии будет первым таким заведением, которому удалось возобновить действие лицензии. Желаем нашим братьям и сестрам победы в этом нелегком деле соревнования с Рособнадзором. По другую сторону баррикад также идет борьба с блокировками и отзывами лицензии. Сервис YouTube заблокировал телеканал Царьград. Также этот аккаунт телеканала Царьград удалили из некоторых социальных сетей, причем удалили без права восстановления. Телеканал Царьград известен пропагандой идеи русской весны. Это такой канал вдохновления разного рода псевдоимперских амбиций, все содержание которого сосредоточено на представлению широкой общественности, в основном за рубежом, идеи русского мира и идеи восстановления Советской империи. Правильно сказать, наверное, Россия в границах Советского Союза, ну вот такой коктейль. Конечно же, в нашем совершенно отделенном от СМИ государстве, где государство никуда не вмешивается, первым делом прокомментировал эту новость Министерство иностранных дел Российской Федерации, которое высказало свое крайнее возмущение. Я не припомню, чтобы по поводу отзыва лицензий, блокировки или закрытия каких-то независимых СМИ, российская власть хоть как-то реагировала, а здесь целый МИД реагирует. Корпорация Google объяснила эту блокировку тем, что владелец канала, господин Малафеев, находится под международными санкциями. Я думаю, что это не первая ласточка или, правильнее им, наверное, сказать, не первый черный лебедь и не последний. Вообще санкции американские, европейские устроены так, что это игра в долгую. Санкции долго вводятся. Санкции долго путь проходят до практической реализации. Но потом они очень долго действуют. И потом их очень долго-долго нужно отменять. Поэтому то, что сейчас получает в виде санкций Российская Федерация и в виде блокировок различные псевдопатриотические, конечно, каналы, это эхо тех событий, которые мы с вами переживали в 2014 году. Впереди санкции и серьезные взыскания, которые будут наложены наверняка по результатам судебного процесса о сбитом малазийском Боинге и многим-многим другим аспектам. Так что телеканал «Царьград» увы, для российских властей это не последний эпизод в международных санкциях против российских официальных юридических лиц. Ну и к российским новостям. Известный иеромонах Макарий Маркиш на сайте Елицы, это такая православная сеть, отвечая на вопрос читательницы о соседе-свидетеле Еговы, порекомендовал ей, узнав о том, что сосед принадлежит к свидетелям Еговы, сообщить о его деятельности в полицию. Это тот случай, когда нельзя отмахнувшись сказать, ну это частное мнение священника, а у церкви другая позиция там и так далее. Нет, иеромонах Макарий Маркиш официальный спикер Московской Патриархии, занимающий там множество разного рода должностей, в том числе должностей по коммуникации с обществом. Поэтому в данном случае мы имеем с вами официальную позицию официального представителя Московского Патриархата, заключающуюся в том, что христиане православного вероисповедания, принадлежащие к Московскому Патриархату, обязаны, им рекомендуется, доносить в компетентные органы на разного рода неблагонадежных лиц, в том числе на свидетелей Еговы. А о том, чем это закончится для свидетелей Еговы и к чему призывает одец Макарий Маркиш, мы расскажем в следующей новости. Не так давно мы рассказывали о том, как была проведена в Воронежской области акция устрашения, когда одновременно проводилось более 100 обысков в домах свидетелей Еговы. Один из них, 29-летний житель Воронежа, Александр Король, рассказал о том, как он был подвергнут пыткам после задержания. Вот что рассказывает об этих событиях. «Сначала его поставили лицом к стене, заставили широко расставить ноги и стали бить по голове и ребрам. Затем повалили на пол, связали ноги и руки скотчем, на голову надели целлофановый пакет и начали выгибать пальцы и души. Одновременно задержанному наносили разряды электрошокера через джинсы в область заднего прохода, давили ногой на икры и били через пакет по лицу». Ну и далее, далее. Описание такое, что стынет в кровь в жилах, а из памяти всплывают картины об ужасах концлагерей Дахау, Освинцима, прочитанные в книгах советского периода. Вот именно к этому призывает уважаемый иеромонах Макария, о котором мы говорили в предыдущей новости. Ведь не знать этого невозможно. Сообщениями и материалами о пытках свидетелей Иеговы забит буквально весь интернет. Свидетельские показания, фотографии с последствиями пыток и так далее, и так далее. Зная и понимая последствия, этот человек призывает людей ни много ни мало выдавать на пытки государственной власти. Ну и к новостям экономики. Нужно отметить, что сегодняшний выпуск больше напоминает такой калейдоскоп. Как я не пытался составить новости по блокам, ничего не получалось, поэтому в ходе выпуска будем перескакивать. Никак не получается выстроить исключительно прямую линию. Так что сегодняшний выпуск с такими переходами. Новости экономики. Здесь наш дорогой Форбес порадовывал нас очень яркой картиной спада. Ну, например, что касается российского сырьевого экспорта. С января по май, это все официальные данные, по данным Российской Федеральной Таможенной Службы, стоимость экспорта нефти из России в годовом выражении снизилась на 33%, угля на 34%, трубопроводного и сжиженного газа на 53,16% соответственно. Ну, и за тот же период упали и физические объемы экспорта нефти, угля, трубопроводного газа, например, сразу же на 23%. Далее, уважаемые издания подробно анализируют падение по разделам единицам продукции и анализируют, почему это происходит. Ну, а главный вывод заключается в том, что нынешнее падение, нынешний шок, это лишь преддверие еще более непростых времен для российских сырьевых экспортеров. А я напомню, что весь государственный бюджет Российской Федерации и все вот это мнимое, конечно, экономическое благополучие держится исключительно на выручке от экспорта энергоресурсов за рубеж. И те тенденции, которые мы наблюдаем, особенно с начала этого года, на сырьевом рынке, те экономические показатели, которые мы видим в 2020 году, совершенно точно говорят нам о том, что мы вошли и все ускоряясь, движемся внутри глобального экономического кризиса, в котором Россия понесет наибольшие потери. При восстановлении экономик Старого Света и Китая они также переживут какой-то спад и падение, но он не будет для них катастрофичным. А для России эта картина падения экономики дополняется таким существенным фактором, как отказ европейских покупателей от традиционных видов сырья, их переход на возобновляемые источники энергии и диверсификация рынка поставок сырья. Так что к концу 2020 года мы увидим очень удручающий российский бюджет, показатели таких компаний как Газпром, Роснефть и так далее. И это в свою очередь еще подтолкнет падение российской экономики, придав ему дополнительное ускорение. Так что впереди тяжелые времена. Запасайтесь терпением. Ну, а российские власти совершенствуют законодательство в свете принятых конституционных поправок. На этой неделе Кабинет министров России поддержал введение наказания за обучение на курсах нежелательных НКО за рубежом. Таким образом комиссия правительства предлагает доработать законы об ответственности и наказывать за выезд людей с целью вот какого-то общения, контактов с теми организациями, которые Российская Федерация признала нежелательными. Я думаю, что под эту категорию нежелательных попадет очень широкий круг организаций. Во-первых, все признаны иностранными агентами. А самое главное, по своему опыту могу вам сказать, что когда собирается большая международная конференция, там присутствуют самые разные люди. И очень многие участники просто, например, даже могут не знать о том, что тот или иной человек работает в какой-то нежелательной организации или в организации иностранных агентов. Представьте, собралась конференция 150-200 человек где-нибудь в Страсбурге, в Париже, в Берлине, неважно. Вы же не будете у каждого участника спрашивать документы, где вы работаете. Это во-первых. Во-вторых, эксперты могут работать сразу же в нескольких организациях. Они могут работать в нескольких фондах, один из которых может быть признан нежелательным. Ну и так далее. То есть, практически данное нововведение ставит под ответственность любое участие в международном мероприятии за рубежом. Достаточно будет в качестве гостя зайти, выступить, задать вопрос представителю какой-то нежелательной организации, по версии Российской Федерации, конечно, нежелательной. И таким образом вы автоматически становитесь участником мероприятия с нежелательными организациями. То есть, практически на большинство семинаров, конференций, выехав из России, теперь вы подвергаете себя риску довольно серьезного преследования. Как это повлияет на работу этих организаций? Ну, увидим в ближайшем будущем. Я думаю, что участвовать в них, конечно, граждане России не перестанут. Ну и будем смотреть, как это будет дальше развиваться. Я думаю, что-то увидим к концу года, какие-то первые результаты от этого введения уже будут. Ну, и к новостям из-за рубежа. Правительство Сирии во главе с бессменным президентом этой страны стабильным Башаром Асадом заявило о намерении построить на территории страны копию собора Святой Софии, того самого, который в Стамбуле. Дальше идет очень длинное рассуждение, почему это надо сделать, но самое главное в конце. о том, что Сирия будет этот проект создавать и строить, как написано аккуратненько, при поддержке Российской Федерации. В переводе на простой язык это означает на деньги российских налогоплательщиков. То есть Российской Федерации будет представлен проект, который она, вне всякого сомнения, профинансирует и оплатит по строительству вот этого копии этого храма, а деньги на него вынут из карманов рядовых налогоплательщиков. Но действительно, зачем нам какие-то больницы, школы и нормальные дороги? Копия храма Святой Софии в Сирии это же намного важнее, а в том, что этот проект будет поддержан и в том, что деньги Российская Федерация выделит, у меня лично нет ни малейшего сомнения. Ну и завершим наш обзор новостью из Калуги, где в начале этой недели высадился большой юридический десант. Этот юридический десант был сформирован в рамках проекта Свобода 28, где эксперты правозащитного центра религия и право приняли решение отслеживать ситуацию в разных регионах, где складывается особенно сложная ситуация с соблюдением прав и свободы совести, прав и свободы вероисповедания. И вот первым таким регионом, посещенным юристами в рамках проекта Свобода 28, стала Калужская область. Ситуацию там, я думаю, вы знаете и наблюдаете, и по нашим сообщениям, и по публикациям в других источниках информации, там государство добивается изъятия или разрушения церкви евангельских христиан, которая строилась очень долго, больше около двух десятилетий, туда вкладывали все силы, при этом при строительстве и оформлении документов все процедуры и законы были соблюдены, но потом власть просто решила отобрать у верующих церковь. Вот община все это время продолжает бороться и отстаивать свое право на вероисповедание. Пока, к сожалению, каких-то успехов не просматривается, не удалось отменить вот эти совершенно неправовые решения судов, не удалось добиться пересмотра дела, но активная позиция общины позволяет хотя бы сохранять ситуацию вот в этом статус-кво, когда храм пока пусть закрыт, но не подвергнут разрушению, пока храм пусть закрыт, но он не сносится, не изымается, и, наверное, на этом этапе это самый большой результат, которого можно добиться, хотя бы просто сейчас сохранить церковь. Мы все очень надеемся, что вообще не удастся отстоять свой храм, и вообще не удастся возобновить там богослужение, самое главное это сейчас не дать его разрушить, не дать его снести. Ну и, конечно, желаем в этом противостоянии победы нашим братьям и сестрам, и вновь призываем всех к помощи и поддержке Калужской общины евангельских христиан, возглавляемой еписком Альбертом Раткиным. Дорогие друзья, это были все новости, которые попали в поле нашего обзора, которые мы обозрели на этой неделе. Следующий выпуск будет не совсем обычным, он будет не столько обзорным, новостным, сколько аналитическим. Связан это с тем, что все программы передачи и все проекты летом традиционно уходят в отпуск, исключением не будет и наш проект. На август месяц мы возьмем паузу не только для того, чтобы отдохнуть, но и для того, чтобы переработать наши творческие планы, сделать наши выпуски более интересными, информативными, увлекательными для вас и полезными. И уже в сентябре выйдем в новом формате. Но об этом всем я расскажу вам в следующем выпуске, как раз заключительном в этой летней серии обзоров. С вами был Игорь Князев. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова